Скажу, что вас ожидает. Вас ожидают немало таких видеоконференций. Вы будете получать в конце каждого видео домашнее задание. Вы будете получать текстовые документы для заполнения, для прочтения. Чтобы это было бы вам удобнее учиться. Также каждые три курса таких видео мы будем делать вебинар, где мы будем встречаться. И мне очень важно прочувствовать, что вам помогает, что мешает. Поэтому записывайте свои вопросы к вебинару, чтобы вы могли бы вживую более тщательно их прорабатывать. Вот именно как вы подготовитесь к вебинару, очень влияет на то, насколько помощи вы от меня получите. Здесь мы даем определенные рамки, как двигаться. А в вебинаре мы уже будем работать более индивидуально. И очень важно, что у нас будет определенное пространство, где вы будете помещать и свои отчеты, и свои мысли, и свои, называемые, инсайты, вопросы. И будете делиться друг с другом. Вот будете наблюдать, что происходит у других. И таким образом мы будем как бы в курсе вашего прогресса. Где-то будем помогать, направлять. Но это тоже создаст больше жизни в нашем виртуальном обучении. Есть определенная градация коучинга. Такие четыре стадии профессионализма. И первая стадия, она основана на методах, на инструментах, на определенных стратегиях вопросов. Когда мы помогаем человеку, ну не то, что даже помогаем, когда человек приходит с задачей, и через вопросы мы помогаем прийти к решению. И этот способ коучинга, он такой легко усваиваемый. Получить инструменты, получить логику вопросов, ее применять. Конечно, есть ограничения, что мы можем не чувствовать, что на самом деле происходит в клиенте, какие блоки, страхи, идеализации ему мешают. Но как минимум это помогает структурировать его хаос и наметить путь. С опытом коучи все-таки переходят на следующий уровень, когда уже опираются не на методы, а больше на процесс. И с клиентом определяют вообще возможную пользу этих встреч, направление, результат и вопросами двигаются к этому результату. И там могут быть два-три инструмента, могут, может и не быть инструмента. Потому что ответственность коуча осуществить процесс к большему пониманию пути. Ну, соответственно, и ситуации, в которой человек, с которой он начинает. Мне один из самых интересных, это вот третий, четвертый путь. И такой, как бы, вызов для себя все заставлю. Учиться сразу, не путь, а вот уровень, учиться вот этому третьему уровню, в котором ориентация есть, коучинг ориентированный на мировоззрение. Принятие клиента, видение ресурсов клиента, ценности его. И когда мы принимаем, ценим, то человек чувствует свою силу, чувствует уверенность. И автоматически все процессы выстраиваются намного легче, легко. И, ну, здесь можно сказать, меньше техник, но это больше коучинг из отношений, в которых я отношусь к человеку как к равному, или даже как к своему учителю, у которого я учусь, который мне объясняет свои ситуации, свои цели, свои возможности, ресурсы, страхи. Но я его принимаю, безусловно. И там, где он сильный, и там, где он слабый, мне он всегда важен и всегда интересен. Если вот в такой позиции мы учимся находиться, то рядом с нами люди растут, потому что чувствуют себя сильно. Вот любые отношения в этих отношениях, они подкрепляются как бы энергией, уверенностью. И с этой уверенностью жизнь происходит легче. Конечно, это не исключает второго и третьего. Можно, работая на третьем уровне, также идти к процессу и также осуществлять методы. И переход на четвертый уровень, это уже такой, как переход в духовный коучинг, таким словом его обзову. Когда мы уже работаем интуитивно, мы уже не сильно знаем, почему этот вопрос, или почему даже пауза, присутствие, как это происходит. Но мы настолько в потоке, как бы медитируем в клиента, который медитирует в свою жизнь. И эта медитация, мы никогда не можем ее заранее научиться или составлять какой-то план, или такому коучингу. А когда мы отдаемся процессу. И этот процесс, он имеет в себе и ценность клиента, и направление, и инструменты. Но не мы этим управляем, а это как бы становится, мы как проводники этому. Или просто работаем из себя, и уже это такое на автоматическом таком режиме работает. Вот такие уровни, которые вас ждут, и это показывает то, что коучинг, это не является вот такая законченная профессия. Вы вот прошли этот курс, и вы можете идти к клиенту. Но реально, вы прошли курс, вы получите определенные точки, определенные опоры, чтобы встречаться с людьми осознанно. Но именно с этими клиентами, с людьми, вот рефлексируя себя, рефлексируя отношения, происходящее, вы учитесь. И многие, и психотерапевты, и коучи, они имеют рядом супервизора, коллегу, с которыми делятся своими трудностями, ну и таким образом продолжают учиться. Это не исключает и других профессий. Можно быть мастером рейки, йоги, можно воспитывать детей. Но коучинг, он интегрируется во все эти разные профессии, в разные отношения. Ну, очень важно, наверное, все-таки отделить, чтобы это, он вроде и интегрируется в эти профессии, но важно научиться стерильному коучингу. И понять, чем это отличается от обучения, чем это отличается от консультации, от менторинга, от менторства, от дружбы, ну и, наконец-то, от психотерапии. Так вот, в обучении мы можем быть учителями, мы можем иметь знания, но коучинг, он предполагает то, что клиент всегда знает. Он знает свою ситуацию лучше нас, он знает свои ресурсы лучше нас, он знает свои желания лучше нас. И вот в позиции коучинга мы всегда учимся у клиента, мы узнаем от него и своими вопросами просто как-то, ну, приводим к порядку. Когда он нам это объясняет, ему самому становится понятнее. И в коучинге отношение, что коуч всегда ниже клиента. В обучении учитель, он знает, и ему важно как-то вот это знание, ну, пусть и, ну, внедрить, интегрировать в голову ученика. И мы можем в этих двух профессиях быть, очень важно не смешивать это, потому что если мы сначала задаем вопрос и хотим узнать ответ у клиента, у другого человека, а потом даем ему свой правильный ответ, ну, это как манипуляция становится, что зачем нам задавать вопрос, ответ на который мы уже знаем. Поэтому мы можем выслушать клиента и потом спросить его, ну, хочет ли он услышать, что об этом думаю я, Олег, или что об этом говорит теория. Вот, если он соглашается, мы можем ему сказать эти вещи, но опять же без претензий на истину, без претензий на абсолютную правду. Мы говорим, мы делимся, мы кладем эту информацию на стол и опять же возвращаемся в коучинг и спрашиваем, что ты об этом думаешь. Если это с консультацией, то опять же экспертом является клиент в коучинге, а мы тот, кто интересуется в консультации, экспертом своего предмета является, ну, консультант. И это тоже можно так же смешивать, но лучше это, ну, определять, когда я коучик, когда я спрашиваю, ну, и когда у меня есть знания, я могу им поделиться. И менторинг, он подразумевает передачу опыта, но в коучинге тоже клиент, он более опытный в своей жизни, чем мы. И мы можем делиться своим опытом, но очень важно, что клиент хочет из этого опыта взять. Мы всегда даем ему право выбора. И если мы это очень сильно смешиваем, то человек теряется. Он теряется, где он самостоятельный, где он зависит от нас. Вот. И очень ценно наводить порядок, что вот моя правда, вот теория, вот знания, вот твоя жизненная ситуация. И ты выбираешь, что из этого тебе нужно. В дружбе, я бы так сказал просто, вот что коучинг – это о пользе и за деньги. И вот эти две составляющие, они важны. Даже если вы работаете в коучинге бесплатно, то хорошо, если клиент чувствует, чем он оплачивает. Да, или он покупает вам кофе. Потому что, когда он платит цену, то ваше время становится для него. Он не чувствует себя должен. Да, вы можете договориться, что вы для него. Вот. И если для него, то вы тогда ищете, в каком качестве вы можете быть для другого человека. Какую пользу вы можете создать вот в этом диалоге, в этой встрече. И когда это становится профессионально, ну, внутри распределено, то здесь тогда нету, ну, такого обмена. Вот. Я тебе, ты мне. А вы работаете в фильме клиентом полностью. Дружба, она чаще всегда опирается на взаимоподдержки, на взаимопонимание. На советах. Вот в коучинге это, ну, исключается. Потому что это, ну, привносит много шума. Вот с психотерапией разделить на много сложных. Потому что, ну, сейчас вообще все профессии настолько сильно интегрируются друг в друга. Многие психотерапевты идут обучаться коучингу, так как видят в нем большую практичность, ну, применяемость, ориентацию на результат. Многие коучи идут продолжать свое обучение психотерапию, так как видят там больше работать с внутренним миром. Но я стараюсь не разделять психотерапию и коучинг, так как, ну, когда есть клиент, я не знаю, что он принесет. Он принесет внутреннюю проблему, внутреннюю боль, или он принесет внешний какой-то хаос. И я работаю с тем, что есть. Но принцип работы, он не меняется. Некоторые стараются вот называть, что коучинг не работает с чувствами. Коучинг работает только с мыслеформами. Но я работаю с чувствами, потому что чувство для меня – это как вход в суть клиента. Чувство – это как компас с ценностями. Если мне больно, грустно, злость есть, значит, то, что для меня важно, из жизни уходит. И чувствуя клиента, я могу понимать его актуальные потребности, актуальные моменты. И когда есть чувство, я понимаю, что это именно то, где нужно, о чем нужно поговорить, где просится изменение. Изменение либо внутри человека, либо вне его чувства. Но мы о них будем еще говорить. И о чувствах, и о интеллектуальных формах. Почему я так много сейчас о коучинге говорю? Потому что именно эта вводная часть, мы ее как бы назвали вход в коучинг, определение коучинга. Есть определенная этика коучинга. И наш курс, он построен на программе ICF. Хоть вы не получите дипломов ICF, но хорошо, если вы гарантируете клиенту как минимальное качество. Я вам столько много наговорил умных вещей. И в принципе хочется как-то уже динамику привнести в наше обучение. Но динамика, она направлена на то, что мне очень хочется, чтобы вы уже после этого просмотра этого видео уже двигались практически к новой профессии или к новой позиции. И новая позиция, она, конечно, начинается вообще с понимания. С понимания, что такое помогающая позиция, что такое мешающая позиция. И вот на этой части курса я бы хотел, чтобы вы просто осознанно побыли в разных отношениях, но почувствовали бы, что на вас влияет. Вот вы чувствуете, что с одними людьми вы закрываетесь, с другими людьми вы раскрываетесь, вы доверяете им. Вы чувствуете, что с одними людьми вы наполняетесь энергией, и у вас появляется желание, доверие к себе, силы, энергия делать. А с другими вы теряете эти ресурсы. И вот вы, как можно назвать в роли клиента, почувствуете эти разности и начните их отмечать. Отмечайте определенного человека в первом столбике. Второе, что вы рядом с ним чувствуете, как вы себя чувствуете, какие изменения внутри вас происходят. И третье, чтобы эта осознанность была именно такая практическая, что он делает такого, что заставляет вас себя так чувствовать или так поступать, раскрываться, доверять или наоборот закрываться. Этим мы занимаемся внутри группы на первом модуле, когда в принципе мы все такие разные приходим, и мы учимся друг с другом общаться, и какой-то вопрос он закрывает, какой-то открывает. После какого-то общения хочется делиться и продолжать, и чувствуешь, что тебя понимают, и ты растешь в этом. После другого общения наоборот ты закрываешься. И вот мне хочется, чтобы вы сейчас четко поняли помогающие отношения и мешающие отношения на своей шкуре. Побыть неделю, две недели осознанно и записывайте все вещи, которые вы видите как ресурсные и как нересурсные на себе. Продолжение следует...